Я родилась в 1954 году в Турханском лесопромхозе за 1200 километров от цивилизации, от железной дороги. Это в глухой край, где жили в основном киржаки, это местное население Сибири, и туда ссылали людей, которые отбыли уже свои сроки в сталинских лагерях, и их ссылали туда на поселение, пожизненное поселение. Родилась отец у меня, на тот момент работал лесорубом, а мама была фельдшером в местной больничке, в местной амбулатории. Она была медицинским светилом на очень большой район, единственный человек, который оказал медицинскую помощь людям. Ну а я на тот момент была единственным родившимся ребенком, километров на 50 в диаметре, в радиусе вокруг, поскольку туда ссылались люди уже в возрасте. Вот. Родилась я зимой, 40 градусов мороза. Вот. Ну, я не знаю, надо ли рассказывать эту интересную ситуацию. Маме уже было достаточно лет, она прошла войну. Вот. Она воевала в Томанской дивизии, в военном полевом госпитале, была пленена в 42-м году, в тот момент, когда немцы рвались к Бакинской нефти. Вот. Прошла плен, немецкий плен в Польше, в Германии. Вот. А по окончании войны, ну, многих, кто был в лагерях, вот, проходили чистку и показалось неблагонадежной, как большинство людей, которые прошли немецкие лагеря, немецкий плен лагеря. Вот. Вот. Отец мой тоже был репрессирован. Он прошел знаменитый Козлах, казахстанский лагерь. Вот. Строил в то время дорогу на Байконур. Дорога была, работа была страшно изнурительная. Вот. Вот. Сорокоградусная жара. Вот. После Козлаха он попал в Сиблах, знаменитый. В общем, прошел все круги, которые, ну, исключая Колыма. Вот. Ему повезло, он остался жив. Вот. Наверное, моим родителям повезло в том плане, что они, пройдя на такие ужасы, остались живы, это то, что они были, в общем-то, в то время молодыми людьми. Вот. Папа у меня 22-го года рождения. Это были, ну, по тем временам люди молодые, и это, наверное, помогло им выдержать те испытания, которые... Вот. Ну, вот я родилась в такой семье. Родилась я в конце января, и это были очень сильные морозы. Сорокоградусы мороза по тем временам это было нормально. Снег стоял очень высокий. В то время снег начинал падать в начале сентября. Вот. Что первый раз повергла мою маму в ужас. Она уроженка Кубани. Вот. И увидев снег в начале сентября, это, конечно, было очень неожиданно. И снег падал постоянно. И когда отец забирал меня с мамой из далекого поселка, где вот я родилась, до нашего поселка было 40 километров. Вот. И нужно было на санях ехать эти 40 километров по дороге, которая пролегала очень узкая. По ним могли проехать только вот розвольни сани. Вот. На встречу уже никто не мог. Ну, собственно, там так редко пользовались этой дорогой, что встречных, наверное, не бывало. Вот. По бокам стояла стена, спрессованная уже, достаточно спрессованная снега. Она была двухметровой. Это был коридор стены и снега двухметровой высоты. Вот. Ну, и меня завернули в кучу всяких одеял. Вот. Мама была в тулупе, папа в тулупе. Вот. И в какой-то момент лошадь оступилась, и сани перевернулись. Накрыла нас полностью этими санями. Это я рассказываю из воспоминаний родителей. Лошадь моментально остановилась. Те лошади сибирские, они научены подобным ситуациям. То есть она не поволокла сани дальше. Вот. Отец выпал с в одних носках, отбросил сани. А мама есть, куча одеял, тулупов есть, а меня нет. Ну, прыгал-прыгал, пока увидел нескольких метров, маленький кусочек сверху. Вот над монолитом снега увидел маленький кусочек пеленки. Вот. До этого места он шел прямо вот, разгребая снег, делая себе туннель. Ну, это несколько метров было. То есть сани, когда переворачивались, я из всех этих шуб вылетела и по траектории на несколько метров вот так вот. И снег тут же меня присыпал. Нашел меня отец, вот, сгреб с меня снег, завернули и еще в ближайшие, наверное, километров 5-7 ехали до ближайшей зимовки. Вот в Сибири это нормальная ситуация, когда вот зимовки на расстоянии друг от друга, где люди могли согреться, выпить чай. Ну, вот так вот у меня было первое крещение. Вот. При этом я даже не заболела. Ну, наверное, сибирская закалка сделала свое дело. Вот. Оттуда мы... Я родилась в 54-м году, а Сталин умер в 53-м. Вот. Пока дошла очередь до нашей семьи, то мы в 56-м году, мы были, родители были полностью реабилитированы. И нам разрешили в 56-м году уже выезжать. Даже есть фотография, когда весь поселок вышел провожать родителей. И отец снимал это уже с лодки, на которой мы по Дубчасу, до Енисея, а потом на корабле, а потом до Красноярска. То есть это очень длительный был путь. Уважение и любовь людей к моим родителям. Вот. Оно и вылез в том, что люди провожали, действительно, вышли всем поселкам. Вот. Это было очень трогательно. Отец родился в 22-м году в село Белое Ямпольского района, Винницкой области. В семье большой многодетный. Бабушка у нас, бабушка была неграмотной, не умела читать, но знала Пушкина всего наизусть. Вернее, она писать не умела. А читать она читала, знала Библию всю наизусть, и Пушкина наизусть. Была от природы очень мудрой женщиной, вот. Вот. Которая и дала своим детям, ну, наверное, вот и природную мудрость, и делала все для того, чтобы они получали образование, несмотря на то, что все это было. Все дети рождались в то время, когда было еще очень сложно во времена их коллективизации. Более поздние дети рождались. И когда был Голодомор, то уже отец был мальчиком таким, который многое помнил и многое уже понимал, несмотря на то, что возраст у него был вроде бы небольшой. Вот. Их село было приграничным, и рядышком через Днестр была Молдавия. И они наблюдали, что там люди живут совсем по-другому. Днестр в том месте не очень широкий, и было видно, что люди там занимаются сельским хозяйством, что и куры ходят, и дети бегают. То есть обычно нормальная жизнь, в то время как в их селе люди умирали от голода. И отец рассказывал, что во время Голодомора отряды комсомольцев, коммунистов ходили, выгребали все. Не было голода на Украине, по словам отца. Да, вот он все это писал в своей книге Лазенова Труна, которая вышла в свет уже после его смерти. Но она выходила и в печатном варианте, в журнальном варианте. Ужас, который творился на Украине, об этом и многие вспоминают. И отец об этом вспоминал и писал, писал. Он еще тогда, будучи подростком, он все это описывал. И когда-то при встрече с Корнейчуком, это еще было до войны, он дал почитать свои рукописи Корнейчуку. Корнейчук прочитал и сказал, чтобы он немедленно все порвал. И чтобы забыл об этом навсегда, этого просто не было. Говорит, я знаю, что это был. Потому что в то время, когда был Голодомор, он был корреспондентом Ямпольской газеты. И ему приходилось бывать по селам, где люди, совершенно пустым селам, где люди полностью умерли. И все это он видел на примере своего села, своей семьи. Вот он и писал эти записи еще тогда. Но Корнейчук понимал, он все-таки был ближе к реальности, к реалиям. И тогда, просто пожалев его, по-моему, он даже сам что-то, какие-то части рукописи порвал и выбросил. Тогда еще папа до конца не понимал, почему то, что он пишет, надо это скрывать и вообще об этом не говорить. Ведь это же было на самом деле. Об этом он понял гораздо позже. Но идея-то у него все равно осталась. Конечно, он перестал заниматься этим делом. Наверное, все-таки Корнейчук ему и объяснил. Но сильно объяснять он не мог, потому что он тоже не был уверен в том, что это не пойдет дальше той комнаты, в которой они общались. Никто из их семьи в тот момент не умер. Спасло их то, что отец ребенком перешел через границу, даже не понимая, что он делает. И оказался на молдавской территории, где жила, по воспоминаниям его матери, моей бабушки, жила ее родная сестра. Она вышла замуж за молдаванина, и там она осталась. И когда он видел, что там люди живут нормально, а тут они умирают от голода, в прямом смысле, то он с другом перешел зимой по льду, перешел границу. И тетя им дала, согрела, дала им по торбочке, сколько они могли внести, эти 12-летние ребята. Но в одну из торбочек муку она отцу запрятала золотой, настоящий золотой. И когда их пограничники схватили, при переходе обратно, уже за эти сутки, Днестр начатое было, начало весны, начало оттаивать. В общем, я не знаю, как они спаслись чудо, потому что уже проталины были, уже и друг провалился в полынью. Вот. Но их погранички вытащили. Ну, если бы начальником погранзаставы не был человек из этого села, знавший их, то неизвестно, чем бы все это закончилось. Ну, уж для родителей точно бы закончилось печально. Вот. Они проверили все, но каким-то образом эту монету не нашли. Вот эта монета их и спасла, потому что в то время были торксины, несмотря на голод, торксины были. Вот. Из-за этого монеты целых два мешка муки. Вот. И почему эта мука осталась у них? Потому что в самом начале, вот, в начале Голодомора ходили эти комсомольские бригады, вот, возглавляемые коммунистами. И они, они назывались, правда, отряды, по-моему, это были еще после революции, я не знаю, как назывались, вот эти группы. Вот. Если находилось какое-то зерно или какая-то мука или что-то съестное, то это все конфисковывалось. Вот. Если это были запретены такие вот щупы, которые прощупывались на два метра, прощупывали землю. Вот они туда их вот втыкали в землю, когда поднимали, и там такая вот типа чашечки, маленькая емкость была. Если там обнаружилось зерно, то все это раскапывалось, все это конфисковывалось. Вот. У моей бабушки и дедушки, для того, чтобы почечание у них, если где-то вдруг запрятано, было бы все-таки зерно, во дворе стояли такие жернова каменные. Вот. То разбивали, не только у них, разбивали у всех эти жернова, для того, чтобы люди не могли ничего молоть. Даже вот траву, с которой пекли лепешки, все равно, чтобы даже это они не могли сделать. Вот. Нашли несколько крынок полных зерна далеко в печи, то все это высыпали в мешки. Несмотря на то, что в семье было шестеро детей, вот, никто на это не обращал внимания. Это просто на примере этой семьи. Это делалось во всех семьях. Это беда была для всех украинцев. Это был явный геноцид, и сейчас мы это понимаем. Людям нельзя было попасть в города. Вот, в городах еще не было смертности. Такое в городах, потому что города – это промышленные предприятия, которые нужны, чтобы они работали. А сталинскому режиму нужно было подавить именно сельское население, христианство, потому что именно они всегда были в той силе двигательные сопротивления, чего боялся Сталин. В то время голод был не голодомор, а голод был и на Кубани. Моя мама сама с Кубани, и она рассказывала, что у них тоже был голод, но, конечно, он не доходил до такой степени, как это было на Украине. Голод на Кубани был организован умышленно, потому что мы сами знаем, что кубанцы – это выходцы с Украины, и менталитет, это свободолюбие, это независимость. Так я осталась в крови, несмотря на то, что они уже много поколений считают себя россиянами, русскими. Это все равно, этот генокод неистребим. Я сама много раз была на Кубани, там мои родственники, и потому как отношения у нас одинаковый менталитет, у нас одинаковые ценности, несмотря на то, что прошло с момента заселения Кубани украинским и казакам, прошло уже очень много времени, но, несмотря на это, это все сохранилось. Уже, конечно, у нынешнего поколения слишком много информации сейчас, оно все уже стирается. А вот поколение моей тети и тех, кто соседи, друзья, которые приходили, были за праздничными столами, у них все это осталось. То есть это головенство семьи, дома, хозяйства, то, чего, к сожалению, нет у настоящих русских. Отец Павел Иванович Танеев еще совсем будучи ребенком, читал все подряд, все, что находилось в селе, в семье. Понятно, книг тогда было очень мало, но сельский учитель, директор школы, у него была своя небольшая библиотека, и отец с ним еще с малышкой он рано научился читать, перечитал все книги в его библиотеке. Человек по тем временам был образованным. Когда уже отец учился, он позволял даже замещать его, когда он был занят или что-то его отвлекало, то отец вместо него вел уроки в более младших классах. Поскольку семья была бедная, у них были одни сапоги на всю семью. Кто раньше вставал кому нужно, тот и пользовался этими сапогами. Поэтому до морозов отец прибегал в школу босиком. Не всегда доставались эти сапоги, потому что отцу нужно было выполнять какую-то работу. И он говорил, что уже на лужах покрывалась тонким льдом, и вот по этим лужам, по всему, надо было бежать босиком. Потом прибегали, садились на собственные ноги и таким образом согревались. Но я думаю, что не он один в то время, наверное, большинство детей. Вот таким образом. Но школу не пропускал никогда. Уже в более таких старших классах, лет 13-14, он начал писать первые рассказы и первые стихи, отсылал в «Пионерскую правду». Украинская была газета, я не помню, как она называлась. «Пионерская правда» — это союзная газета. «Юный ленинец» — украинская газета. Вот туда отсылал, и стихи отсылал в районную газету. И когда ему было, по-моему, 15 или 16 лет, его пригласили уже быть сапкором этой газеты. И он тогда ездил уже по Украине, особенно только по Винницкой области. И потихоньку писал. И первая книжка, его вышла маленький сборничек стихов, вышел до войны. Это первый вот про пера. Потом он перешел на прозу и уже стихами не занимался. Начало войны он встретил в Киеве. Он уже работал в Киевской республиканской газете. Тем не менее, он добился того, что его отправили на фронт. Был в окружении. Попал в концлагерь немецкий. Здесь, ну, территория Краин. Но и после возвращения в Одессу, он там и был арестован. Как он будущее. Ну, причина, в общем-то... Как правило, люди, которые побывали в немецких лагерях, и потом оказались в не его пределах, им меняли измену родины уже потому, что ты попал. Ты уже был виноват в том, что ты попал в плен. А еще больше твоя беда оказывалась в том, что ты каким-то образом мог из этого плена выбраться. Вот. То есть всякие подозрения в измене родины. Это было обычное явление. В то время эта статья, по-моему, называлась 53-я. Измена родины так и называлась. Моя мама тоже попала в лагерь в 52-м году. Но встретились они уже в Сибири. Ну, и там вот так получилось, что они остались вместе. По возвращению сюда в Киеве нам не разрешили быть, хотя редакции отцу предложили работу, и через год в строящемся доме должна была быть ему квартира. Но через несколько дней редактор вызвал отца и сказал, что вызывали его в НКВД. Там очень быстро все это держалось на контроле. И поставили ему условие, что он не должен брать его на работу. Мы оттуда уехали. В общем, мы попали на Украину. В Одессе тоже отцу нельзя было останавливаться, поскольку это город-герой тоже входил в этот список. Ну, а отец как литератор был в посткредитационных списках. Это список людей, которым запрещали печататься. То есть, больших... Может, на маленьком уровне разрешали печатать какие-то маленькие рассказики, но выходить на издание книг на республиканский уровень нельзя было. Мы оказались в Белгороднестровской, Одесской области. Город очень древний, с богатейшей историей. Город красивый, южный. И рядом с Одессой. Ну, так и решили. Отец работал строителем, каменщиком. И буквально через год нашего переселения в Одессу отец подал документы в литературный институт. Жили мы в подвале. И отец на чемоданах писал свои рассказы в эти времена, небольшие. И один из рассказов, это совершенно лишенный политики. Это легенда, одна из многочисленных легенд этого края. Просковина Кринлица, и он был напечатан в местной газете. За что местом поплатился редактор этой местной газеты. Это даже, это просто газета районного масштаба. Но по тем временам это было невозможно. Несмотря на это, именно вот эта вещь, потом через два года на республиканском конкурсе занял первое место и напечаталась в газете для американцев и канадцев. Украинцев, живущих в Америке и Канаде. Ну, там местные власти решили, что это очень опасно. Поэтому был такой перегиб. Ну, со временем времена менялись. Но отец все время оставался под колпаком. Все время под контролем. Все его творчество контролировалось. Издаваться практически не мог. Первая часть «Тречи проданы», вот она такая в небольшом виде. Она была издана в 1967 году, по-моему. Вот, по-моему, по недосмотру. В одесском издательстве, он все-таки подальше от Москвы и Киева. А вот книга моментально разлетелась. И огромное количество писем издательства с вопросом, когда же будут остальные обещанные, вторая и третья часть. Вот. Но так и осталось без ответа. Через какое-то время, уже много лет прошло, и отцу разрешили издать все три части. Она уже была в плане издательства. Уже был сделан набор. Но тут произошли события в Польше, которые, в общем-то, отцу испортили. Ну, в общем, набор был весь рассыпан, потому что в книге были отражены очень многие российско-польские события. И было отражено участие России в разделе Польши. И, конечно, в те времена, когда были антисоветские выступления в Польше, и выход этой книги должен был бы с этим совпасть, конечно, это было бы недопустимо. И опять на многие годы вот все заглохло, и отцу поставили условие, что все, что касается политики России, политики Польши, было изъято из книги. С болью, конечно, это очень тяжело автору это делать. Это кровная вещь, которая создавалась много лет. Все это выбрасывалось, это все перетасовывалось. Это было очень болезненно в моральном плане. Но пришло время, и вот во время перестройки все изменилось, и отцу можно было уже... Книга издалась в киевском издательстве, через два года она переиздалась, потом эта книга еще раз... При жизни эта книга издана четыре раза. Вот эти три книги, которые были изданы при жизни отца. Первая книга, через два года вторая, даже менее через два года, поскольку 120 тысяч экземпляров разлетели в течение месяца, то отцу предложило само издательство переиздать. Ну, а это уже незадолго до смерти, это уже частное издательство само предложило переиздать. Эта книга интересна и в историческом плане, и в плане литературном, и, можно сказать, и в плане любовного романа, потому что здесь завязана очень интересная история девочки, купленной на неволенщем рынке Стамбуле, 13-летней девочки, которая в силу разных обстоятельств, пройдя через очень многие ситуации в жизни, стала одной из самых популярных женщин в Европе. Вот, была близка с Екатериной Второй, с Потемкиным, она стала одной из богатейших, она стала женой Феликса Потоцкого. В ее честь и был создан этот парк, парк Софийский, который находится в Умане. Книга читается легко, я могу это утверждать не только вот как дочь, я знаю, много говорила с людьми, которые эту книгу читали, вот, и все отмечают легкий, такой поэтический, как сказал один человек, что слух похожий на сказочный рассказ. Отец писал много вещей в стол, и я могу рассказать об одной ситуации, когда книга, она называлась «Давай-то вечейному викна», и она, в общем-то, уже обговаривалась ее издание, вот, в одесском издательстве, но в какой-то момент рукописи исчезли, из дома исчезли, вот, ну, просто исчезли, и все. И только спустя два или три года соседи наши, у нас, ну, как одесские дворы, и вот в Белгороднестровске, каждый двор – это отдельное маленькое государство, вот, с общими коридорами, с общими верандами, вот, и соседка, уезжая в Израиль, уже полностью уже все было готово, уже стояла, ждала такси, чтобы их везти на вокзал, она позвала отца к себе в дом и рассказала историю, что вот она неожиданно вернулась домой с работы во время перерыва, работала недалеко, что она никогда не делала, вот, ну, по какой-то причине она вернулась, и, заходя в дом или выходя, она увидела, что открывается наша дверь рядышком, двери наши были рядышком, ну, в двух метрах друг от друга, вот, совершенно чужой человек по-хозяйски закрывал нашу квартиру и, увидев ее, затолкал ее к себе, показал удостоверение и взял с нее слово, что она будет молчать, вот, под мышкой у него была, говорит, папка, он не стал объяснять, он абсолютно никак не объяснялся, он просто показал удостоверение, вот, но в то время, конечно же, люди будут молчать, один вид этого удостоверения внушал, вот, и она рассказала уже, когда такси ее ждала, так что отец был все время под контролем, мало того, один из людей, с кем он общался все время, сам был ситуация, когда он признался о том, что его вынудили, зная, что он общается с отцом, очень тесно общается, они, можно сказать, что они дружили, вот, тоже член литературного объединения, вот, ну, и был приставлен к отцу негласно, ну, это, наверное, его откровения, я не знаю, с чем они были связаны, я знала этого человека, он в семье был постоянно, в нашем доме, вот, когда я об этом знала, я спросила, как ты мог садиться с ним за один стол, на что отец мне ответил, что, говорит, я знала об этом, а вот, ну, лучше знать своего, ну, если не врага, то есть человека, вот, чем, если я буду каким-то образом это показывать то, что я знаю, значит, нет гарантии, что кто-то еще ко мне, кого я не знаю, будет рядом со мной, и это гораздо хуже, вот, потому что, ну, понятно, что, как мой отец говорил, что всегда даже вот газеты, центральные газеты, всю информацию, которую нам предоставляла печать, вот, даже в той информации можно было получить очень многое, только, говорит, надо уметь читать между строк и анализировать, вот, что он и умел делать, потому что все события, которые последовали потом, это все мне отец говорил еще задолго до этого, то есть он все это анализировал, все это понимал, вот, а когда вот ситуация о том, что он воспринимал всю информацию и умел анализировать, когда отец вернулся домой, и мама сидела возле приемника и плакала, и сказала, что умер Сталин, как же мы будем жить, это она, которая прошла благодаря Сталину все, что она прошла, вот, папа тогда сказал, сказал, не переживай, я думаю, что в ближайшее время у нас грядут перемены, и эти перемены будут к лучшему, вот, о том, что Советский Союз должен развалиться, и как любая другая империя, это закономерно исторически, об этом он мне говорил еще задолго до того, когда все это произошло, то есть отец был умным, непрозорливым, просто он умел анализировать информацию и ситуацию, вот, и да, он к тому же еще был очень человеком образованным, он знал несколько языков, которые выучил сам, освоил сам, вот, он был энциклобитически образованным, я не помню ни одного своего вопроса, на который бы отец не дал не просто ответа конкретно, дал пространного ответа, то есть если это касалось истории, то это уходило, ответ уходил корнями в глубину, это, и когда я говорю, ты можешь мне вот конкретно ответить, вот когда и почему, для того, чтобы ты поняла почему, я должен тебе рассказать, вот, это действительно так, и очень часто сейчас, когда его нет, я вспоминаю, что если бы он был, то, что происходит у нас сейчас, не все можно понять, нет, вроде бы мы сейчас все знаем, у нас все открыто, вот, вот, но все равно есть ситуации, когда мне не хватает, мне кажется, что он бы мне больше это объяснил. Ну, несмотря на то, что отец был по скриптационных списках, он не оставлял идею написать о голодоморе, вот, идея у него зрела, наверное, практически всю жизнь, с тех времен, когда Корнеичук запретил ему этим заниматься, ну, вот, рассказать правду об этом он хотел всегда, и уже когда начали у нас гласность, тогда он понял, что пришло время об этом уже рассказать, потому что они уже появились публикации в газетах, в журналах, вот, ну, и он решил на примере своей семьи, и то, что он видел, вот, он написал книги Лазенова Труна. Вы знаете, вначале она печаталась в журнале «Киев», вот, в журнальном варианте, в нескольких номерах, и к нам начали приходить письма, ну, сказать охапками, это ничего не сказать, вот, в ящик просто, почтовый ящик, просто почтальёша приходила в кульке, нам каждый день отдавала эти письма, вот, у нас было 4 ящика из-под бананов, полностью заполнено этими письмами, вот, ни одно письмо нельзя читать без слёз, ни одно. Писали люди, которые пережили это, писали их родные и близкие, их дети. И отец считал, что это нужно, чтобы мы знали свою историю, если мы не будем знать, мы можем опять повторить то, что было. Вот знание истории в какой-то мере, наверное, нас от этого должно удерживать. Потримавши адресу, я написала листа до нашего письменника, розповіла, что живу и працюю у школы, где он учился, живу в селе, в котором он родился. На тот момент я читала украинскую мову и литературу, и таким чином попросила его так, чтобы он допомогал дещо в пропагировании его творчества, потому что на месте, ось тут, саме в его малой батьковщине мало знали про это. Павло Иванович вислав мне много разных творений, в частности, его новую повесть, которая на тот момент вийшла, это «Лозиновая труна», в которой рассказывается про события, которые происходили у нас на территории нашего села в годы коллективизации. И, в частности, там описано было и 1932-1933, как раз в годы Голодомора. Дуже правдиво, от души, образно, он рассказывал про эти события, хотя на тот момент он был еще дитиною, но торкнулись, зачепили, они его заживали, мабуть, очень сильно. Ему было очень много отгуков, один из отгуков я, Павло Иванович, он мне присылал несколько журналистов с публикацией своих творений. Один очень давний журнал, который называется «Литературная Одесса», он выдан еще в 1958 году, с написом в библиотеке Сибирянской школы от колишнего учня, автора «Девочой башты» Павла Наннєва. Это было 15 липня 1994 года. В этом журнале как раз и была опубликована его повесть «Девочая башта». Также были присыланы журнали «Киев», номер 12 за 1993 год, в котором опубликована его повесть «Лозиновая труна». Это была первая из задуманной трилогии. Также в журнале «Киев за 1994 год» этот журнал вибухнув многими отгуками на эту повесть, среди которых есть и отгуки наших земляків, и из Ямполя, и наши отгуки, и даже из других областей, которые очень благодарят Павлу Ивановичу за историческую правду, за то, как он правдиво и честно оповел про эти годы. «Згадки про голодомор розповідають про те, що дійсно було голодно, і що рятувалися чим? Рятувалися в річці Мідії, ходили, шукали, варили і їли їх, лобода, так називаємо, варили бадеревку, так, оце таке народне слово, це навесні злободи. В лісі було дуже багато, ну, дуби у нас ростуть у лісі, в стінку ходили, збирали жолуді. Це було і в 33-й, і в 47-му році, за 47-й рік мені вже батько розказував дуже багато, що після цих мололи жолуді на муку, потім пекли блинчики, і від цих блинчиків кажуть, що дуже боліли у дітей животи, і від цього було таке, що і від цього вони помирали. Рятувалися чим? Рятувалися підножним, скажуть так, підножною їжею, те, що могли знайти, те, що давала їм земля матінка. Отак рятувалися. Коли я ходила по селу, питала, про них пам'ятають, що були такі наніві, що вони жили під малою горою. Але, на жаль, не збереглося фотографій, не збереглося таких яскравих, бо у нас вже дуже мало людей, це таких людей треба, які вже за 90, і таких людей дуже мало залишилися, а котрі є, вони вже не дуже добре пам'ятають ось ці часи минувшини, і не дуже добре пам'ятають нанівих. Я пам'ятаю, дуже радість була тоді. Вони приїжджали із міста, а ми сільські були, і компанія в них така, вони дуже прості, дуже були, і грамотні, і прості, дружні. Такі, що я просто не можу передати вам. Ну, ми всі раділи, як не знати, що. І знаю їх веселих, жизнерадостних. Таких всіх, де з гостинцем приїжджають. Бо десь що-небудь, а вже гощають. Ну, і вже накривали столи бабка Євгеня, їхня мама. О, вже в великий хаті, стіл, хата на дві половині. Сідають усі за стіл. Бабка Євгеня на дворі, там є, така була плита. І вже нас кличуть. Бо я дружила із Галкою Павловою, з сестри-дочкою. Ми ровесники. Ми 43-го року, ми були, ну, ще дівчата. Ну, мені запомнилось добре всіх їх. О, і на то подвіря, яке гарне. Сера погано на то подивитися там. А тоді було дуже. Дві ягоди, хатинка, пчепурина, геть усе. Ну, як у касті. І все було дуже прекрасно. І всі ми раділи. Як вони з'їжджаються, то всі діти, помимо ж, і нас були. Ну, і вже бабка кличе Євгенів. А ну, дівчатка, Галко, Нінко, я Ніна, а вона Галко. Галко, Нінко. А ну, гай, давай з мисника тарілки, бо до картошки я вже відсидюю. І все. Павло дуже був такий, ну, я хочу сказати, немачильний дуже. Такий до мами, так маму свою поважав. Вони всі поважали. І все. Ну, він як старший, такий був. Жінка в нього, Таня, така білява жінка і дівчинка ця. І, ну, шо, гощалися, раділи. Вон, до хата. Туди була хата. Там був перелаз. Бо туди йшли до Керниці води, а тут ворота. Тут вже ці люди забрали. А ця ось до хата. І друга віки ягода. І там варили. І хата була. І цей кусочок ворота. Мало людей. Мало. Нема так, як першу було. Ой, нема, нема. Як було весело. Скрізь дітей було. Зараз порожні хати, ворони гнізда. Гнізда завиваючі. І все. Нема народу. Нема нічого. О, Господи, Господи. Так. Ну, є шо нагадувати. Є шо нагадувати. Я дуже маю шо нагадувати. Бо тут така радість була, що я вам не можу передати. Які вони люди, якісь такі добрі, з душою, такі благородні. Такі, ну, просто не передати. Я не можу. Я просто не можу. Я ж кажу, я тут як вирос. Вони, як приїдуть, то це не то, що може. Це радості повні. У 2015 році Ямпільський телерадіомовний комітет розпочав читати книгу Павла Нанєва в наших радіопередачах в рубриці «Історія Ямпільщини». Книга називається «Лозинова труна». Вона дуже цінна для історії України і дуже цінна для жителів нашого району. Тому що відкриває ті події страшні, трагічні, голоду 1932-1933 року. І в історії однієї родини описується велика трагедія нашого народу. За радянських часів і навіть період незалежності України, коли тема Голодомору повернулася в нашу історію, адепти радянської влади стверджували, наші земляки стверджували, що не було голоду на Ямпільщині, тому що район прикордонний, іначе все тут було благополучно. Ямпільщина була такою оазою посеред загальної української біди. І от Павло Іванович Нанів показав, що наші земляки пережили всі ці біди, всю цю трагедію разом з українським народом. Ямпільщина не є винятком. І читаючи книгу, ми чуємо дуже багато гарних відгуків про неї. І люди телефонують, люди в особистому спілкуванні, говорять нам про те, що вони разом зі своїми родинами переживають, наче заново ці події, тому що в кожної сім'ї збереглися такі спогади. У 2015 році Український інститут національної пам'яті спільно з меморіалом жертв Голодомору підготували виставку до Дня вшанування пам'яті жертв Голодомору під назвою «Люди правди». Павло Нанієв – це та постать, яка заслуговує також бути у цій виставці. Це люди, які в свій час зберегли правду про Голодомор, пронесли через все своє життя, отримали покарання, відбули його, повернулися і все-таки написали книгу. Місію свого життя він виконав, він доніс правду до теперішнього покоління. І це людина правди, і таких людей ми будемо відшукувати. Звертаємося до громадськості, якщо ви знаєте про таких, приходьте до нас, давайте інформацію, щоб ми про них не забували і щоб їхні свідчення також були збережені. Ми продовжуємо збір свідчень з тематики Голодомору. Я вам хочу показати ось таку картку обліку, карта обліку жертв Голодомору. Воно є на нашому сайті www.memorial-hолодomor.org.ua. Її можна скачати, заповнити цю картку і відправити на нашу адресу, яка також є на сайті. Що це за картка? Справа в тому, що ви бачили, що в нашому меморіалі є видана Національна книга пам'яті. Ось така Національна книга пам'яті в Вінницькій області. Таких у нас є 18 томів. До Національної книги в пам'яті входять лише 880 тисяч поіменно убитих в роки Голодомору. Ми всі знаємо, що це одна десята кількості убитих. Тому обов'язково має бути продовжена робота збору прізвищ, імен убитих в роки Голодомору. Наприклад, по Харківській області Національну книгу пам'яті в Харківській області увійшло 53 тисяч. На сьогодні ще 82 тисячі імен зібрано, і книга чекає надання, тобто другий том по Харківській області буде. Також, що треба заповнювати в картці обліку жертв Голодомору. Якщо ви знаєте своїх родичів, рідних, сусідів, або знаєте від своїх матусів, батьків і так далі, ви можете сюди вписати вік особи, яка жила, прізвище м'я по-батькові, джерело інформації, документи, що підтверджують, що ця особа жила, і що ви знаєте, що вона така була, і що померла в роки Голодомору. І дані про особу, яка надавала інформацію. Також на сайті ви можете знайти запитальник, який був розроблений професором Валентиною Борисенко університету Шевченка, запитальник для записування свідчень. Це теж дуже важливе джерело інформації, тому що свідчення заборонялися взагалі передавати. Ви знаєте, що в радянський час батьки не передавали дітям інформацію про Голодомор. Тема була табуйована. Я сама родом з Вінницької області, і моя мама запитала своїй бабусі, чому ти мені не розповідала про Голодомор, вже коли я писала кандидатське дослідження, проводила. На що відповідь була для того, щоб тебе оберегти? Тобто, таким чином, наказуючи, караючи за розповсюдження теми про Голодомор, радянська влада, система намагалася взагалі цю тему старти з історії. Тому для нас, скажу, дуже важливий збір таких свідчень. Ми в цьому році започаткуємо проєкт «Усна історія Голодомору». Ми збираємо свідчення, які вже були опубліковані. Якщо є книги, і ви знаєте, що є малий наклад цих книг, і там є збережні свідчення, прошу також звертайтеся, давайте нам копії цих книг, тому що ми все хочемо зібрати в єдину базу, щоб це було в меморіалі жертв Голодомору. І я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми будемо мати все ж таки музей, тому що на сьогодні це меморіал побудований у 2008 році, який діючий з 2009-го. Музею як такого ми ще не маємо. І це дуже унеможливлює розповісти більш детальну інформацію, хронологію Голодомору для громадськості. Що я хотіла б сказати о своїх родителів, що пережив то, що пережили вони, мама немецкий плен, немецкі лагеря, потім советські лагеря, і отец, переживши це все, вони суміли захоронити стільки добра і чоловічності, що мені казало, що люди, прошедші через цю несправедливість, вони були обозліться, стати жоскими, кому-то за що-то желати отомстити. У них цього не було. Вони оставались такими добрыми, чоловічними, що я не можу себе представити, що хоч один чоловік в цьому світує в цьому мірі, який, зная моїх родителів, мог би сказати щось о них не то, що плохого, а щось хоч чуть-чуть, кроме добра. І такими же були, ви знаєте, навірно, все. І ли це то братство, то сообщество в цьому лагерях. Були ж люди, були люди-уголовники, а були люди, які сиділи за такі статті. Там були люди всіх уровень образовання, образованності. І, навірно, як-то вони друг друга підтримували морально. Тому що я помню, з дитства, к нам, поскольку ми жили возле моря, і приїжджали к нам все, і перед праздниками мама писала 120-125 поздравлень перед кожными праздниками. І таке ж приходило к нам. Тобто, общення у нас було со всього Советського Союзу, люди приїжджали к нам, становились близкими, потім приїжджали со своїми друзями, ті становились нашими близкими друзями. А вот люди, с которими вони були в лагерях, я до сих пор помню їх імена. Це був литовец Леонас, латыш Вайварис, це був єврей дядя Боря, немка Ольга Петровна Шульц, це був українсь, це був москвич дядя Миша. Я їх так називаю, тому що я з дитства їх помнила, як дядя, тетя. Це були необыкновенні, прекрасні, інтелігентні, порядочні люди. Але вони, поки не були живо, підтримували зв'язь. Люди со всього Советського Союзу. А в то время попасть в Шернова, в сталинських лагерей, в сталинських репрессий, це було зовсім несложно. Люди по разным причинам. А вот тетя Оля Шульц, она попала только потому, що она була із немців, русських немців по Волжі. А тетя Галя Полька, она з Литви. Понятно, що коли Советський Союз вошвав в Литву, там дуже багато людей в Сибирі. І так багато друзів, люди, які там були. Це були дуже інтересні люди, общення з ними приносило радість, по-моєму, всім. І я, будучи ребенком, все время з ними теж общалась. І у мене найбільші і светлі відомі об цих людей. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!